Приветствую! Инвалидов в Украине больше не будет. С таким посылом выступил пан Ляшко, министр охраны здоровья. И если раньше мы шутили о том, что, мол, ВЛК излечивает от всех болезней, то теперь появился у нас орган МОЗ, который избавляет человека от инвалидности. А оказывается, избавить человека от инвалидности очень легко. Для этого нужно лишь предусмотреть в законопроекте другие слова, другие названия для этих людей. И вот МОЗ говорит, что будем говорить о людях с ограниченной функциональностью. И что, мол, таким образом мы сможем что сделать? Мы сможем изменить подходы людей к инвалидности, к своему состоянию. Мол, сейчас люди такие, они, знаете, нехорошие, они гонятся за инвалидностью, чтобы получить льготы, компенсации, а не хотят вернуться в экономический строй. Вот. А мы это все уберем и будем их мотивировать вернуться в экономический строй. К слову, ничего это не напоминает, а напоминает мне это недавнее выступление министра соцполитики Оксаны Жалнович, которая сказала, по сути, то же самое, что пока человек получает какую-то мизерную компенсацию, он находится в зоне комфорта, и нужно его вывести из этой зоны комфорта. Если вы не видели это ее выступление, посмотрите, вот ссылочка в описании, у меня будет там в моем видео, я рассказываю об этом выступлении. И к чему я веду? К тому, что когда министерство соцполитики говорит, а потом мозг говорит один и тот же посыл, мы понимаем, что у государства уже есть определенный замысел. Это был замысел, как людей оставить без компенсации, без льгот, которые положены, а заставить их работать. И еще, что сказал министр? Министр говорит, что надо уходить от этой инвалидности, от постсоветских вот этих подходов к людям с инвалидностью. Но я хочу напомнить, что все-таки люди с инвалидностью – это не категория советская, это не категория постсоветская, а это категория международная. И в доказательство я хочу вам показать вот эти акты. Сейчас вы видите конвенцию про права о СИП с инвалидностью. И как вы видите, здесь говорится не о правах людей, утративших функциональность, а о правах людей с инвалидностью. А давайте посмотрим оригинальный текст. И здесь мы видим, что они называются здесь как Persons with Disabilities. И если мы посмотрим словари и как переводится слово Disabilities, то мы тоже увидим, что оно переводится как инвалидность. И это все, кстати, сайт, официальный сайт управления по правам человека ООН, где как раз была и принята эта конвенция. Ссылочку я вам оставлю в описании, чтобы вы могли зайти, проверить это все и убедиться, что все-таки, как мне кажется, не нужно. Знаете, вот мы же вообще, да, к чему пришли? Если мы хотим что-то, от чего-то отказаться, мы к чему сразу привязываемся? К совку говорим, так это совок. Нет, а это не совок, это не постсовок. Вы посмотрите, когда была принята эта конвенция. В 2006 году и принята она была ООН. То есть, persons with disabilities, особо с инвалидностью, это международный термин, а не постсоветский. И тут возникает вопрос, а почему же нас хотят убедить в том, что это какой-то неправильный термин, неправильные подходы у нас, если именно эти подходы на сегодняшний день признаны международными актами? Ну а теперь перейдем к вопросу о том, как это все связано с мобилизацией, почему государство по одной из версий этим занимается, и как это может повлиять на тех людей, которые сейчас уже имеют отсрочку, либо в будущем планировали получить отсрочку в связи с инвалидностью. Итак, в первую очередь мы должны разобраться с вопросом, вообще, а как инвалидность влияет на вопрос мобилизации? Ну, мы с вами прекрасно знаем, сейчас каждый мне скажет, ну, в смысле как. Итак, понятно, что отсрочка, ведь люди с инвалидностью имеют отсрочку, плюс люди с инвалидностью, у которых там первая, особенно вторая группа, те 100% дают отсрочку кому-то еще, своему мужу, своим детям, а те, у кого третья группа, могут дать отсрочку своим мужьям, и вот тут вопрос, а насколько это серьезно влияет на мобилизацию? И здесь я сейчас хочу отойти от юридического аспекта, а перейти в аспект статистики. Вот знаете, не всегда люди понимают, почему я даю тот либо иной совет в своих видео и говорят, ты там что-то неправильно рекомендуешь. Друзья, когда я что-то советую, мой совет основан не только там на знании закона, на знании там судебной практики, практики работы других органов. Это еще и вопрос исследования, потому что я в свое время учился в аспирантуре, и Царство Небесное моему учителю, и огромное спасибо, который научил исследовать вопрос, и не зацикливаться только на том, что ты видишь в законе, а смотреть, что стоит за законом. И вот сейчас мы посмотрим, а что же стоит за законом, что скрывает та норма, которая дает право на отсрочку. В чем она выражается, как это проявляется в конкретных цифрах. И сейчас мы с вами посмотрим цифры. И посмотрим мы с вами вот такие цифры, которые дают нам представление о прорабочую силу, за статью, ты по местцевости, тавиком. Это данные за 21 год, то есть это те данные, которые довоенные, которые показывают вот картину, которая была до войны. И, естественно, это открытые данные на сайте Укрстата. Эти данные есть, ссылочку я оставлю в описании, вы сможете их проверить. И вот здесь я хочу на что обратить внимание. Здесь вот есть по возрастным группам и по полу. И мы с вами посмотрим мужчин и посмотрим мужчин призывного возраста. И вот мы знаем, да, там с 25 лет закон есть, хотя не подписан, я знаю, что он не подписан. Но давайте вот для полноты, так сказать, картины возьмем с 25 лет. И посмотрим, что у нас есть. То есть мужчин от 25 до 60 лет, то есть это те мужчины, которые являются, вот тем самым ненавистным словом называются, да, мобилизационным ресурсом, их 8 миллионов. 8 миллионов, в стране только 8 миллионов мужчин, которых можно призвать. Все, вот весь наш ресурс, это 8 миллионов мужчин. Ну, вот того возраста, который сейчас мы можем призвать, да. Ну, здесь делаем поправочку, что 25, не с 25, а с 27, то есть, соответственно, там мы отнимаем и получаем, что меньше 8 миллионов человек. А теперь возникает вопрос следующий. А сколько у нас людей с инвалидностью в стране? А на начало 2022 года у нас в стране было 2 миллиона 700 тысяч инвалидов. И здесь вот мы можем посмотреть, сколько лиц с инвалидностью первой группы, второй группы, третьей группы, да, самая многочисленная у нас, полтора миллиона. И сколько детей с инвалидностью. Вот здесь мы можем посмотреть. Эти данные тоже открыты. Это все Укрстатгоф, то есть, официальная информация. И что у нас получается? В стране 8 миллионов мужчин, которых можно призвать, и 2 миллиона 700 тысяч инвалидов. А что это означает? А означает следующее. Если один инвалид дает право на отсрочку одному мужчине, то мы, получается, из 8 миллионов утратим треть сразу людей, которые мы могли бы призвать. Вот настолько серьезно вот эта норма, которая говорит о том, что если у тебя есть инвалидность, либо если у твоих родных отца, матери, жены, либо родителей жены, есть инвалидность, то это означает, что сразу больше трети так называемого, да, вот этого прекрасного, мобилизационного ресурса сразу отпадает, поскольку у них есть отсрочка. И теперь, конечно, возникает вопрос, а как так? Как можно изменить статус людей с инвалидностью? Но все просто. Все просто. Кто-то сейчас скажет, такого не может быть, потому что мы же знаем, что закон обратной силы не имеет, и нельзя забрать этот статус и прочее. А никто статус забирать не будет. Статус можно просто переименовать. Как раньше у нас были инвалиды, потом у нас в законе появилась норма, где было указано, что переименовать везде в нормативно-правовых актов инвалиды на особы с инвалидностью. И вот точно так, особы с инвалидностью, теоретически, теоретически, подчеркиваю, я не хочу здесь сейчас стращать и говорить, что именно так и будет, но мы рассматриваем все варианты развития событий, и теоретически возможен вариант, при котором просто люди, вот там, где было написано лица с инвалидностью, будет написано лица с утратой там функциональности, и, собственно говоря, все. При этом можно совершить же, знаете, как ошибку. Можно в одном законе это переименовать, а в другом нет. И может так оказаться, что в одном законе будет написано, что отсрочку имеют те, у кого там родственники с инвалидностью, а как такового, такого статуса уже не будет, потому что уже эти люди будут иметь статус, юридический статус, не лиц с инвалидностью, а лиц с ограниченной функциональностью. Я очень надеюсь, что не будет этого. Я не хочу, чтобы вы воспринимали это видео как попытку вас напугать, как вот попытку нагнетать. Нет, однозначно нет. Хотя бы почему? Потому что то, что говорил Ляшко, он говорил, что это все планируется с 25-го года, а сейчас у нас еще конец 23-го. То есть до этого есть еще много времени. И безусловно, мы понимаем, что есть надежда, что к тому времени все-таки закончатся боевые действия, и вопрос отсрочки от мобилизации вообще не будет стоять. Но однозначно здесь я очень надеюсь, что те факторы, которые могут повлиять на ограничение прав людей, что государство все-таки при изменении действующего законодательства подойдет очень кропотливо, щепетильно проведет эту работу. И когда изменятся вот эти формулировки, они изменятся везде. И в том числе в законе о мобилизации мы их поменяем. И право на отсрочку будут иметь не только лица с инвалидностью, а будет указано, что право на отсрочку будут иметь те лица, которые там с ограниченной трудоспособностью, либо функциональностью, как они говорят, либо же те лица, у которых есть родственники соответствующие. Но однозначно пока эта проблема, она в будущем будет. И надеемся, что не раньше 25-го года, а к тому времени все-таки война закончится. И поэтому здесь я не еще раз акцентирую ваше внимание, что я не рекомендую сейчас там впадать в панику из-за этого, поскольку пока, как мне кажется, причин для этого просто нет. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, а также приглашаю вас на свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну и в конце традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.